Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Сеть дисконт-магазинов Титан это огромные ассортименты и ежедневные обновления Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены Магазины расположены в каждом районе города Титан 45 07 07 Здравствуйте в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин смотрите в этом выпуске Буханка перевернулась Два человека получили тяжелые травмы в ДТП в Лузском районе Контрабанда кокаина В ходе проведения исследований было установлено, что вещества являются наркотическим средством кокаин Весом грунта 5,5 граммов Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор директору Кировской строительной фирмы Алексею Лопаткину Мелкий хищник Полиция за что оказалась? С охищением? Похитил бутылку Рома Нововиадские полицейские поймали 18-летнего молодого человека, который украл бутылку Рома Два человека получили тяжелые травмы в ДТП в Лузском районе Там вылетел в Кювет водитель УАЗа Подробности в рубрике «Обзор аварий» Авария произошла в четверг днем на 11-м километре дороги Луза Граница с Вологодской областью 38-летний рулевой буханки выехал за пределы трассы Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением Совершил съезд кювета и опрокидывания В результате происшествия сам водитель, а также его пассажир Мужчина 38 лет получили травмы Оба они были госпитализированы в медицинское учреждение По данному факту проводится проверка Выясняются все обстоятельства происшествия Трагедией закончилась ДТП в Подосиновском районе Там Грейдер ДЗ-180 поехал без водителя Мужчина пытался запрыгнуть на транспорт и остановить его Но попал под задние колеса автомобиля Пострадавший скончался Сейчас по факту смерти человека проводится проверка В Орещевском районе водитель Фольксвагена Джетто сбил пешехода По предварительным данным полиции Мужчина за рулем легковушки выполнял обгон и наехал на человека Пострадавшему оказали медицинскую помощь В Котельническом районе 39-летний водитель Лады Калина Не справился с управлением и вылетел в кювет Машина опрокинулась Вероятно, виновник аварии получил травмы Его госпитализировали В городе Сосновка Вятскополянского района 27-летний водитель 12-й Выехал с дороги и наехал на дерево Единственный участник аварии получил травмы Его не госпитализировали По информации ГИБДД После аварии водитель прошел экспертизу с положительным результатом Теперь ему грозит лишение прав и штраф Михаил Вагин, Сергей Пичугин Место происшествия Солнцевский район и суд Москвы Вынес приговор директору Кировской строительной фирмы Алексею Лопаткину Напомним, мужчину обвинили в контрабанде кокаина Все подробности в нашей традиционной рубрике сводка 7 апреля бизнесмена задержали на Внуковской таможне Лопаткин был в состоянии наркопенения Он возвращался из Милана В ходе проведения исследований было установлено Что вещества являются наркотическим средством кокаин Весом брута 5,5 граммов Несколько лет назад Лопаткин был депутатом городской думы И даже занимал пост замглавы администрации Кирова Сейчас его осудили за контрабанду кокаина И приговорили к четырем годам в колонии общего режима Приговор не вступил в законную силу В Первомайском районе в деревне Большая Суботиха На стоянке вспыхнула газель У пятилетнего фургона выгорели салон, моторный отсек, краска на всей площади Как выяснилось, от сварки загорелась внутренняя обшивка салона автомобиля Следует помнить, что при проведении сварочных и других огневых работ Необходимо защищать горючие материалы, расположенные рядом От попадания на них искр Полиция за что оказалась? За хищение? Похитил бутылку рома Нововятские полицейские поймали 18-летнего молодого человека Который украл бутылку рома Так называемый мелкий хищник сам не выпивал На преступление в магазин приходил трезвым Для обвиняемого это была своего рода заработка С какой целью совершал хищение? Что продать? Удавалось продать? Да Я продавал Ну там люди покупают Ну то есть знакомая, да? Стоимость бутылки рома 500 рублей Впрочем, обвиняемый признался в других мелких кражах Сейчас ему грозит реальный срок лишения свободы Уголовная ответственность квалифицируется по статье 158 прим. 1 Максимальное оказание за данное уголовное преступление предусмотрено в виде одного года лишения свободы Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Как нажимали? Довели? Да Задушил и закопал Появился я за поселок, за улицу, за буду Куда именно повезло? Как на окушку леса Ну и что там сделали? Закопал Следственный комитет закончил расследование в отношении Константина Егошина Которого обвинили в смерти 42-летней Галины Казаковой Беспроса, да, взял машину? Конечно Чубцов не даст правду Папа не будет заявлять угон Пришел, сказал Папе Пришел, сказал отцу Он не угнал его? Ну, взял ключи и поехал погадаться От сотрудников ДПС прямиком к своему папе Убежал водитель ВАЗа 8-й модели на улице Физкультурников Разбил зеркало В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели Постоянно целуешь Ладу сзаду? А в Мерседес делаешь Бенц? Будь готов к битве со льдом Меняй резину вовремя С шинными центрами «Резина» Официальным дистрибьютором «Континенталь», «Нокиан» и «Мишлен» в Кирове Огромный выбор шин и дисков Отличные цены и онлайн-запись на шиномонтаж В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Следственный комитет закончил расследование в отношении Константина Егошина Которого обвинили в смерти 42-летней Галины Казаковой Напомним, 13 июля женщина пропала без вести Вечером она не вернулась с работы домой Были организованы поиски Предполагали, что Галина могла уехать в Казань Но, как выяснилось, женщина стала жертвой 28-летнего местного жителя Женщину убили и закопали Все подробности в нашем следующем материале Как только Галина перестала отвечать на звонки Родственники тут же обратились в полицию и к волонтерам По ориентировке Галину стали искать в поселке Уже тогда было предположение, что исчезновение женщины носит криминальный характер Это 28-летний друг Галины Константин Именно с ним она встретилась после работы вечером 13 июля Мужчина был пьян, разговор был на повышенных тонах Судя по всему, Галина что-то сказала обвиняемому После чего тот стал ее душить Женщина сопротивлялась, но силы были неравны Когда Константин понял, что убил Галину Он решил скрыть следы преступления Повез ее за поселок, за улицу Собода А куда именно повезли? На опушку леса А что там сделали? Закопал В отношении мужчины избрана мера пресечения В виде заключения под стражу Предъявлено обвинение Вину в совершении инкриминируемого ему преступления Он признал полностью Дав подробные показания Об обстоятельствах совершенного им преступления Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру За убийство женщины Егошину грозит до 15 лет тюрьмы Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Без права сюда взял машину? Конечно, кто мне даст правду? Папа не будет заявлять угон Пришел, сказал Папе Пришел, сказал отцу Он не угнал у вас? Ну, взял ключи и поехал погадаться От сотрудников ДПС Прямиком к своему папе Убежал водитель ВАЗа 8-й модели На улице Физкультурников Разбил стекло и помел крыло В рубрике видеорегистратор Самые заметные видеоролики уходящей недели За эко-ярмаркой открылся новый торговый центр «Мегаспорт» Огромный выбор одежды, обуви, спорт инвентаря «Мегаспорт» предлагает лучшее по низким ценам В гипермаркете представлена продукция ведущих мировых брендов одежды и обуви для спорта, отдыха и активной жизни Nike, Adidas, Puma, Reebok, а также один из первых монобрендовых магазинов в России «Анта» Зима близко, а значит пришло время утепляться «Мегаспорт» готов согреть тебя новой зимней коллекцией и приятными ценами Для всех покупателей действуют специальные предложения, скидки и бонусы Сейчас проходит акция «Доедь до эко-ярмарки и получи скидку 10% в торговом центре «Мегаспорт» Например, кроссовки Nike стоимостью 5499 рублей можно купить на 500 рублей дешевле Просто приехав в торговый центр «Мегаспорт» за эко-ярмаркой Приходите за покупками и убедитесь, что у нас все мега, кроме цен Ждем вас по адресу улица Щорса, 79, за эко-ярмаркой Телефон 21-2106 В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем От сотрудников ДПС прямиком к своему папе убежал водитель ВАЗа 8-й модели на улице Физкультурников Там 18-летний бесправник устроил небольшую погоню, бросил машину и побежал Однако его уже на улице Ердякова вместе с папой задержали активисты ночного патруля и инспекторы ДПС На улице Романа Ердякова сотрудники ДПС и общественники заметили девятку Несколькими минутами ранее на улице Физкультурников за ней гнались инспекторы, но водитель убежал Теперь же за рулем другой рулевой, мужчина постарше, а на пассажирском сидении тот самый юноша-бегун по имени Владислав По словам Владислава, ему 18 лет и он только учится водить Экзамен в автошколе ему еще предстоит сдавать через несколько дней И подруга с другом убежали, да, еще куда-то? Отец Юрий рассказал полицейским, что его сын в этот день решил немного пошалить, но сразу в этом признался Пришел, сказал Папе Пришел, сказал отцу Он не угнал у вас? Ну, взял ключи и поехал погадаться За угом-то заявлять будете? Ну, как? Нет Не будет? То есть вы его не передавали? Просто взял из кармана Владислав пообещал, что он обязательно получит права в самое ближайшее время Уровень твоих знаний достаточно, чтобы управлять машиной Уже в городе покатался, то есть даст инструктор За вождение без прав водителю выписали штраф 5500 рублей Кстати, по словам очевидцев, на права Владислав так и не сдал Михаил Вагин, Сергей Пичугин, место происшествия На улице производственной камера зафиксировала драку и ДТП Об этом и в других дорожных происшествиях В рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели На улице производственной сначала ругались Затем стали бросаться пластиковыми бутылками Пассажиры на марке и водитель грузовика После сломанного зеркала шофер Зила бросился в бой По словам очевидцев, в руках у него была монтировка Впрочем, пассажиру на Рено удалось его обезоружить И он ударил водителя грузовика его же палкой По словам автора видео, впоследствии водитель грузовика поправил зеркало И уехал с места конфликта А водитель на Рено остался Возможно, он вызвал полицию Также стало известно, что у водителя Зила были признаки опьянения На Победиловском тракте удар по пятой точке Получил шофер белой Лады Гранта Который пытался объехать пробку по обочине На улице Воровского водитель автобуса Решил перестроиться направо И не убедился в безопасности маневра На трассе Вятков водитель седана не посмотрел в зеркало заднего вида И пошел на обгон На улице Карла Маркса водитель десятки не заметил на пешеходном переходе мужчину На перекрестке улиц Провсоюзной и Казанской Водителю на Рено не хватило реакции, чтобы остановиться В Кирове водитель Газели задним ходом врезался в Ауди После ДТП шофер скрылся Затем пешком вернулся на место ДТП Осмотрел повреждения и ушел Видеокамер мужчина не заметил Именно эти записи станут главными доказательствами его вины За открытие с места аварии водителю фургона может грозить лишение прав На улице Луганской нарушитель на кроссовере объехал затору перекрестка по тротуару На улице Воровского прохожие запечатлели мужчину в трусах На улице Урийского пьяный спринтер бросился под колеса машины с камерой Чем выше труба, тем круче Так решил водитель классики на Октябрьском проспекте Как выяснилось, это японский элемент тюнинга По словам специалистов, при таких доработках выхлоп становится громким и резким На улице Кочкиной владельцу регистратора путь перекрыл дорожный знак Объезжать помеху молодой человек не стал Он убрал знак с дороги, чтобы избежать возможных ДТП В Слободском прохожие были в шоке, когда увидели на дороге верблюда Судя по видео, животное проголодало, сияло ветки и листья деревьев Михаил Вагин, место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия Сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsovaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте Место происшествия Киров А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Продолжение следует... Продолжение следует...